В инфекционном отделении по-прежнему остаются 12 школьников. Их состояние удовлетворительное. В конце недели всех отпустят домой. Анализы показали у детей острое кишечное заболевание. Наровирусная инфекция, так называемый желудочный грипп. Заразиться можно фекально-аразным путем и бытовым путем, контактным путем. То есть, либо пьют воду, зараженную данным вирусом, либо в употреблении имеют фрукты и овощи, тоже немытые. Жаловаться на плохое самочувствие ученики начали в пятницу утром, сразу после первого урока. Слабость температуры и боли в животе приняли за симптомы отравления. Во всем обвинили жареную колбасу, которую накануне подавали на обед. В школу приехал педиатр. 23 ребенка отпустили домой, 15 детей направили на обследование в больницу. То, что было у них дома, это была рвота, это была головная боль, ну и это был жидкий стул. Врачи не исключают возможности, что дети подхватили инфекцию в столовой. К ней еще до начала учебного года, во время приемки, у санврачей было немало замечаний. Пищеблок находится в подвале. Из-за высокой влажности на стенах круглый год плесень. Раздельных пищевых цехов нет. Тем не менее, к работе столовую допустили. Почему в прокуратуре недоумевают? Официальных предписаний по выявленным нарушениям выдано почему-то не было. Силтинской начальной школе, ее директору был составлен план замечаний, который не урегулирован ни одним из нормативных правовых актов. То есть это самовольная бумага, которую почему-то Роспотребнадзор направил в адрес Силтинской начальной школы. И срок был поставлен к 1 августа 2013 года. То есть фактически они допускали эксплуатацию кухни с нарушениями целый год. Сейчас столовая закрыта, пока временно. В отношении всех должностных лиц идет проверка. Уже вскрылись и другие нарушения. Выяснилось, что меню не было согласовано со специалистом Роспотребнадзора. В школе нет своего технолога, который за это отвечает. Такой специалист в районе всего один, и он вовремя не согласовал бумаги. Ну это тоже моя вина. Но по нормам оно должно быть согласовано? Да, оно должно быть согласовано с Роспотребнадзором. Совершенно верно. Но к этому меню прикладываются еще технологические все карты. Просто на сегодняшний день не готовы все технологические карты. У нас по срокам был сентябрь-октябрь. Мы не уложились в эти сроки просто-напросто. Вот и все. Скорее всего в школе был один крупный очаг инфекции, предполагают врачи. Так как новых больных больше не поступало. Сейчас в школе введен карантин и кабинетная система обучения. По итогам последней проверки Роспотребнадзор выписал предписание устранить все нарушения, выявленные в пищеблоке. Но финальную оценку случившемуся дадут уже ижевские прокуроры, и специалисты в области эпидемиологии и гигиены. Я наградила вам Андрей Бусыгин, телеканал Майя Удмуртия.